В гнамене окон я оказался на площади. К моему огромному удивлению, Алиса сидела на лавочке и явно скучала. Она уже успела переодеться. Отдай. Да бери. Ответила она каким-то виноватым тоном и протянула мне мою форму. Только не думай, что я это специально тут тебя ждала и все такое. Алиса развернулась и не спеша пошла в сторону Доников. Я остался стоять как вкопанный. Такой финт ушами был выше моего понимания. Возможно, у нее проснулась совесть. Хоть какая там. В любом случае с ней нужно быть посторожней. И события сегодняшнего вечера ничего не меняют. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Впервые за день меня накрыла дикая усталость. Свет в окне не горел, значит только Дмитриевна уже спала. Странно, вчера она меня дождалась. Я зашел тихо, разделся и лег на кра... Лег. Если поразмыслить, моя ситуация за сегодня совершенно не прояснилась. В сущности, я весь день занимался бесполезными вещами. В реальном мире мне бы и в голову не пришлось тратить свое время на что-то подобное. Хоть как раз там у меня этого времени было, хоть отбавляй. А сколько его тут, совершенно неизвестно. Может быть целая вечность, а может всего несколько минут. Мне не хотелось больше думать о прошлом, о том, как я попал в этот лагерь. Впервые за день долгое время... Впервые за очень долгое время... Я по-настоящему устал. Не только эмоционально, но и физически, психологически, и бог знает как еще. Я хотел лишь, чтобы от меня все отстали. В первую очередь... В первую очередь мои мысли. Хотел, чтобы все разрешилось как-нибудь само собой. Ну, или по крайней мере, без моей деятельности. А вдруг я тут навсегда? Тогда придется привыкать. Вот так просто? Я не готов. Эх. Сознание улетело все дальше. И все сложнее становилось сконцентрироваться на чем-то конкретном. Вот перед сном всегда мозг начинает думать о чем-то таком. Чисто ложишься, глаза закроешь, и пипец. Наверное, лучше отложить на завтра. Я перевернулся на другой бок и заснул. Три Хангл Стрейд. Ночь. Оставила после себя тревогу. Я проснулся разбитым физическим, истощенным морально. Со мной такое постоянно. Во сне видишь невозможные яркие сцены. Как будто попал в голливудский блокбастер с лихо закрученным сюжетом, высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами. А на утро не помнишь оттуда и кадров. Вот и сейчас я пытался восстановить картины, которые показывал мне отдыхающий мозг. Но эта часть памяти была пуста. То ли заархировировала, то ли вообще отформатирована. А, типа, вчерашний день не помнит. Часы показывали 7 утра. Что-то сегодня я рано. Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в день. Как можно летом в такую жару я встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться. Странное решение. Раньше хватало и пары раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву я так и не нашел. Хотя зачем? Сейчас я выгляжу от силы лет на 17. Ладно. Завтрак не раньше 9, а это значит, что еще полно времени, которое можно потратить, например, на утренний эмоцион, гигиенические процедуры. В этот раз вода не показалась такой леденящей, обжигающей, как вчера. Напротив, приятно прохладно. Придала мне бодрость и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Сегодня зубного порошка не оказался таким уж анарханизмом. И меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик, вожатый, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Доброе утро, Семен. Доброе. От недосыпа еще немного гудела голова и путались с мыслями, но я не жалел, что все-таки вылез из кровати, а не остался, как обычно, досыпать дежурную пару-тройку часов. Блин, так сейчас дискрутую. Так, что-то ты сегодня рано... Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я... Да, я сам, ничего страшного. Когда на завтрак пойду? Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас еще линейка, не забывай. Забудешь тут. А что сегодня на линейке на этой будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно плевать, чем наша доблестная вожата собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке. Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то живот разболелся. Мне бы... Ну, вы понимаете, думаю, ничего страшного, если я разок пропущу, а то будет неприятно, если я прям... там... И откуда вам не столько смелости? У тебя есть еще пять минут. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территорий, сортировка книг в библиотеке, еще кое-что, а вечером танцы. Ля... Смотри, у меня... Ля... Чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагеря. Синепременно. Конечно, конечно. А сейчас мне бы... Иди уж. Я вышел из домика, обошел его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. Правде говоря, у меня не было особо причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Когда вожата ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак. Участвовать в общественной деятельности сегодня я не планирую. Уборка книг в библиотеке это совсем не то, что должно заниматься человек в моем положении. Однако уже прошло два дня, и я не... ни на йоту не приблизился к разгадке. Это что за реклама йота была? Все местные обитатели казались в целом совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудники с инопланетянами и вряд ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждый, а скорее даже каждая, из них не без странности. Но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждения выглядела весьма логичным. Нелогичным мне было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я в этом уже и слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда больше, живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Я уже заебался. Ладно, но это ситуация с их точки зрения. Эх, сейчас бы в картишке сыграть. Мне же не знаком не только мирлагеря Савенок, но и его обитатели. Пусть даже по обстоятельствам они и ведут себя так, как по идее должны. Сейчас необходимо решить один вопрос. Имеют ли люди здесь какие-то отношения ко всему, что со мной произошло? И найду ли я ответы у них? Или может быть до истины мне придется докапываться другим путем? Ля, зы, бобсти. Давай дальше уже, да? Похоже, я несколько переборачивающе преборачивающе. Со временем обычно толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. Да и внутри было немноголюдно. Наверное, большинство детей позавтракало еще до девяти. И хорошо, меньше народа, больше кислорода. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенная, одоленая, напоминающая кашу. Позавтракать с ней отличная идея, тихо, спокойно, и можно о чем поговорить. Ну или хотя бы попытаться. Я уже был направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Бери завтрак, садись, есть разговор. Чего стоишь? Я несколько, я несколько растерялся. Извини, но не слишком ли это резко? Что такого-то? Бери завтрак, садись. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Ну ладно. Ладно, подожди минутку. Сам не знаю почему, но я согласился. Вдруг получится узнать что-то новое. Все-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидел напротив Жени, а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Каша овсяная, два яйца вареная, хлеб белый, четыре куска, сосиска вареная, одна штука, компот из непонятного набора фруктов и ягод, один стакан. Фу, не наезжу компот из сухофруктов. Просто. Ага. Это компот из носок, чисто. Приятного аппетита. Спасибо. Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, не чавканя, роняя на себе кусочки еды и не обливаясь компотом. Слабак. Так о чем ты хотел поговорить? Сегодня у нас в библиотеке. Дальше я не слушал, мне сразу вспомнились слова Ольги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях. Не забудь. А чего? Говорю, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ты меня вообще слушал? Нет. Честно, признался я. Женя сначала покрасила, потом, кажется, позеленела, а потом ее лицо приняло нежно-фиолетовое дыхание задержало, что ли? Сегодня, после обеда, в библиотеку. Понял, хунта проклятая? Хунта. Хунта? Это еще что за матерное слово такое неведомое? Хотя пионеры же не ругаются, как я мог забыть. Ах, так, конечно, извини, обязательно приду. Естественно, никуда идти я не собирался, но чтобы разговорить человек, неплохо сначала пойти на уступки. Слушай, а какой сейчас год? Что-то совсем с счета сбился. Я решил играть в открытую. Она недоуменно посмотрела на меня и ответила. Совсем что ли крышу поехал? Совсем что ли крышу поехал? что-то занесло. Признаться, последние несколько дней есть такое подозрение. Жене ничего не ответил. Так какой год? Я мило улыбнулся. Слушай, может, Лимит Пункт сходить? Ау, еее! А там не подскажешь, а там не подскажешь, какой год? И не только это подскажет. Женя встала и направилась к выходу. Подожди, ты же не доела. Но она, похоже, даже не собиралась оборачиваться. Я бы доел. Я доживал сосиску, которая больше напинала кусок витой пары. Кау. Интересно, есть у них здесь интернет? Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам собой, покосились на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. После такого дружелюбого приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не доев завтра. Из-за него бы доел тоже. С едой покончено, самое время отправляться на поиски разгадок. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего, хотя миссис Троя показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так вот запросто взять и зайти в медпункт. Почему? Тем более, нет никакого повода. Даже самого малюсенького. Погруженный в свои мысли, я не заметил у миссису, стоявшую на крыльце. Ля. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел? Да нет, я гулял просто. Понятно, все с тобой прогульщик. Но раз уж пришел, мне для тебя естественное поручение. Да, застегнуть вам пугачки. Угу, расстегнуть. Я бы простительно посмотрел на меня от слов поручения, мне стало не по себе. Уж слишком добровольно принудительно она прозвучала. Местецра я хитро улыбалась. Вы мне поможете составить опис лекарства, который сегодня привезли? Мы? Кто мы? Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной? Кто мы? Я один. Есть. Хотя, куда уж вежливо... Опа. Привет. Из-за спины медсестры выглянула Лена. Странно, что я ее не заметил. После вышли приходите сюда. Я Лене все объяснила, она тебе потом расскажет. Лекарства, значит, привезли сегодня. Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, с утра из райцентра. А что? Нет, ничего, просто... Вот и славно, пионер. Значит, вечером после ужина сразу сюда. Интересно, с ней есть секс-сона? Нет. Да вообще? По-моему, нет. Даже сосочек не попадал? Нет. Черт. Черт побери. Ладно, я потом найду. в Антеру Нейтс. Может быть, я... Все это время я совсем не замечал Лену. Действительно, ее навык маскировки позавидовал бы и опытной спецназой. Смотрела «Стражи Галактик» вторую часть? Да. Помнишь там или это в этом было? Где там этот дракс стоит и попкорн ест? Кто? Дракс. Типа, я невидимка и попкорн ест. Вот то же самое. Я там могла бы справиться. Там много нескольких коробок. Ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так, пионер? Ой, шути, съебал. Назлину, меня как-то неподобно улыбнуло. Стратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось. Тем более, есть дела и положнее. Короче, сейчас нам дадут куча заданий, а потом, типа, решай, куда идти, да? Ну, отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Лены, я бы что-нибудь обязательно придумал. Знаете, мне Ольга Дмитриевна попросила вечерней помочь. Ну, это типа, если пойду, то с Леной буду, типа, это. Ну, да, с Леной будешь. Ну, не, не хочу. Вот с тобой бы, да, пошел бы. Знаете, мне Ольга Дмитриевна попросила вечерней помочь. Может, врате не стоило. Ну, в смысле, с Леной ты будешь библиотеки имею в виду, а не по линии. Ну, не знаю, смотри сам. Да, вечером ты, типа, если бы я согласился, я бы вечером с Леной был. А-а. Вот в этом, да? Ну, я помню. Ну, да, наверное, если бы так. Ну, да. Но надо было сначала подумать, а потом говорить. Да? Я чем-то ты собрался ей помогать? У них глаза разные. Кайф. заметил? Кайф. Тупо кайф. Люблю этот такой микрофетиш. Дело принимало неприятный для меня оборот, но я решил идти до конца. У нее в домике, в домике уборка сделать, уборку сделать, вещи разобрать и все такое. Вы же знаете, какой у нее там бардак. Ну, бассейн шкафчик свой попросила разобрать. Я всегда посмотрела на нее так, что фиаской наполнено Наполеону. Что фиаско Наполеона при Ватерло показалось Ватерлоу. Ватерлоу. Показалось мне всего лишь достойным и неприятным. Иди нахуй. Я уже был собраться что-то ответить, но она продолжила. Ладно уж, пионер. Без тебя разберемся. Ты извини, просто понимаешь, когда я посмотрел на Лену, она стояла все так же, уставивши куда-то себе под ноги и краснеяло. Краснеяло все больше. Да ничего, я сама. Ну, ладно тогда. Выцарилось неловкое молчание. Хотелось сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что я наверняка обидел Лену. Ну, пока тогда. Пока. Мастерства все так же ехидно улыбалась. Что-то мне тоже стало как-то прям неловко. Я развернулся и быстро направился прочь от медпункта. Хотя мне безумно хотелось перейти на бег, здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом. Немного прийти в себя я смог только на площади. И что дальше? Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда мне еще сегодня занесет. А время знать нужно всегда. Хотя не проще ли завести часы? В обычном фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. Я прислушался. Похоже на электрогитару. При повторяющихся аккорда не более того. Однако эта мелодия оказалась какой-то теплой, словно пропущена через ламповый усилитель. Хотя откуда тут такая роскошь? Звуки доносились очень странной сцены. Интересно, кто бы это мог быть? Там Алиса, если хочешь с ней, то чекни. О, стой, пойди посмотреть. Выйдя концертной площади, я увидел на сцене Алису. Тут же можно как-то убрать. Какую-то кнопку можно типа убрать. А вот ля. Девочка коню угощен. Или видимо ку. На скидку я бы, конечно, смог перечислить десятка названий групп этого жара, но в их творчестве разбирался плохо. Не, но если три аккорда, то это цой. На слух, песня казалась на удивление простой, буквально три аккорда. Возможно, даже я, немного потренировавшись, смог бы ее сыграть. Интересно, где Алиса научилась сыграть? В советское время подобная музыка не пользовалась всенародным уважением. Будущая рок-звезда же меня не замечала. Она словно пыталась слиться с музыкой, с каждой нотой, каждым квадратом, каждой триолью. Сразу вспомнился рок-герой 80-х. Многие из них также сильно отдавались музыке. Один ее вместо пионер-формы во что-нибудь более подходящее веянием так дешней эпохи, никто и не заметил подмены. к концу. Взяв несколько последних аккордов, Алиса наконец посмотрела в мою сторону. Ля. Понравилась? Ля довольная. Кажется, она совсем не удивилась мне. Да, весьма неплохо. Как будто можешь лучше. Алиса хитро улыбнулась. Я не говорю, что могу лучше. Я в музыке не спец. Кто бы сомневался? Такие дела. я не знал о чем с ней говорить дальше. Я уже собирался уходить. Подожди. Что? Слышал про вечернюю дискотеку? Вот куда мы пойдем. Я думал, что это просто танцы. Дискотека, танцы, какая разница? Она нахмурилась. Слышал, а что? Собираешься идти? Против эти слова она отвернулась. Я пока не решил, а ты? Что там делать-то? Смотреть на толпу дебил? Слэм, слэм, слэм. Может, в словах Алисы и была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило. Ясно, что ей не нравится ни дискотека, как такая, блядь, что? Ясно, что ей не нравится не дискотека. Не нравится не дискотека. Что значит не нравится не дискотека? Ошибка! Файл! А почему? Что почему? Ну, почему ты не хочешь идти? Дискотека, это же весело. Ты так считаешь? Вот мне не нравится вот этот арт. Вот когда она смущена, бля, такая милая, в её голосе промелькнуло раздражение. Не знаю, но я думал, что для тебя... Никогда их не любила. Перебила она меня. Совершенно там нечего делать. Ясно. Чем планируешь заняться тогда? Спросил я, лишь для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песню, придурок, ты же слышал. Ой, она точно это Яндерик. Мамочки. Яндерик. какая-то совсем вышла из себя, так что ещё пару неудачных вопросов и пришлось бы спасаться веком. Он, конечно, такие тупые вопросы задаёт. А чья эта песня? Моя. Сама придумала? Сама. Глядя. Вот ты тупой. Как же тупой. Круто. Воздухи повисли неловкое молчание. Ладно тогда. Вот это вот вообще мне очень нравится. Не хочешь послушать? Я кажется уже слышал. Я не про это. Она надула губы. Целиком. Это же только пробная репетиция. А, ну, давай играй. Сейчас не хочу. Тогда не играй. Я уже не знал, что она от меня добивается. Алиса. Значит, не хочешь? Похоже, я ее расстрою. сложно. Я не пью. После такого логичного было бы ожидать удар гитары в лоб или еще чего похуже. Но Алиса всего лишь сделала обиженное лицо. Я же говорю, хочу. Тогда приходи сюда вечером. Я для тебя сыграю. Для тебя? Как трогательно. Вечером же танцы. Ты же сказал, что не пойдешь. Я такого не говорил. Хотя признаться этим действительно не хотелось. Но без крайне весной причины с двачей лучше не связываться. Она бы сейчас там похоронила около этой сыны. Ольга Дмитриевна не поймет. Да плевать на нее. Сказала Алиса в сердцах. Что? Ну типа конечно приду. Ладно я приду. Я решил, что между позором на танцах и бешеными умениями Двачевской на гитаре лучше выбрать второе. Вот отлично. Она как-то странно улыбнулась. Я аж подпрыгнул. Чисто встать. Как чисто гимн. От мысли о правильности этого решения меня отвлекла музыка, призывающая пионеров на обед. О, сейчас бы поесть. Я посмотрел в сторону столовой. По залу и уже действительно пора. Голод не тетка. Голод не тетка. Что? Обернувшись в сторону сцены. Что, я слышал это выражение? В первый раз. Голод не тетка? Да. Объясни. Ну, я не помню, но я его слышала. типа, я знаю. Когда первый раз проходила я. Обернувшись в сторону сцены, я хотел позвать Алису собой, но она как сквозь землю провалилась. Знать, когда вовремя уйти, должна любой, должен знать от своего чтения. Знать, когда вовремя уйти, должен любой музыкант. Пробурчал я себе под нос. Кто шагает дружно вред, пионерский наш отряд. Смирно, больно, попе, больно. Так, это майор Пейн. Дружно в лагере, дружно в лагере совенок пионеры шагали в основу столовую. А ведь так хотелось знать место, где бы никто не побеспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно поесть. А для этого надо найти хотя бы что? А для этого надо прийти, хотя бы не последним. Но похоже событие здесь происходит вне зависимости от моих желаний. Словая была битком. На входе, как почетный караул, у вечного огня стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец, столи еще будет. Да уж. Он что-нибудь сделал? Он дошел до медсестры и до Алисы. Все. Ладно, садись к девочкам. Фу, так устал. Она показала на столик рядом с колонной. За ним уже сидела Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражаетесь, если я присяду? Что ты такая обиженная, блядь, смотришь? Она серьезная, как Юрия. Страшно. Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно было больше некуда. Да, конечно. Ксюша. Будь любезен. Это такой детский голос. Садись. Лена промолчала. Сегодня обед... Лена умная молчит. Сегодня обед состоял из... О, кстати, первый раз обедает. Сегодня обед... Вот видишь, что я замечаю? Режимы питания. Состоял из борща, возможно, даже с мясом. У нас в колледже не было борща с мясом. У нас еще супа с мясом не было. У нас мясо было. У нас тоже супа не было. не, у нас был суп, он был бесплатный для всех, но, короче, мяса там не было. Там вместо мяса всегда... Всегда у вас добрый бесплатный суп. там всегда вместо мяса была фасоль. Возможно... Не, очень даже вкусно. Даже с мясом этого установить доподлинно не удалось. Мясо птицы, по всей видимости, курицы обыкновенной, с картошкой жареной и традиционную... Капец, хавать захотелось. Я вот хочу в столовку какую-нибудь, знаешь, такую... Вот в Питере... В Питере прикольная была эта столовая номер один. Мы в последний день прям пошли туда, так обожрались. С каждым разом еда здесь нравилась мне всё больше. Наверное, я просто понял, что выбирать особо не из чего. А в таком случае нечего жаловаться на то, что есть. Хорошо, что эту еду не показывают. Я бы, блин, вообще... Мой бы живот заговорил. Стал бы Юлю озвучивать. благо есть, что есть. Пойдёшь сегодня на танцы? Не знаю. Хотя я уже договорился с Алисой. Пойдёт, пойдёт. Куда он денется? Радостно вставила Ульяна. Ты... Ты-то точно пойдёшь. Конечно, не в большей случае посмотреть, как ты опростафилишься. Опроста волос. Опроста волос. всё, господи. Сложно. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Спросил я Лену. Да. Ответила она коротко. Видишь, значит, и тебе тоже стоит пойти. Славя словно не оставляй, мне выбора. Не забудь фраг надеть. А почему она без пионерской формы? Или одеть СССР это вообще, типа... Это всё, это высшая общественная форма. Высшая форма, да. Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко... Какая шутка? Не забудь фраг надеть. О! Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко рассмеялась. Ведь мне действительно нечего надеть. Ведь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером вряд ли покажется уместной. Ты-то в чём придёшь, носовик, затейник? Секретно на голову придёшь. В пластыре, знаешь, типа пластырь. Три пластыря. Платьица, как на детском утреннике, не бойся. Как же она угарная. Второй раз буду с ней проходить. Один. Ульяна покраснела от злости, похоже, я смог её задеть. Нет, костюм химозащита специально, чтобы от тебя не заразиться. Ничего себе, вот это ответка. Я у твоей мамы спрошу, можно ли тебе такое носить. Чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит, не ссорьтесь. Слабоумием, конечно же. Похоже, у Ленка опять была очень довольна своим, на её взгляд, искромётным ответом. Знаешь, если ты уже больше, ты уже болеешь гриппом, то простудиться не получится. О, это ответ как... Похоже. Вот это панч. Да, в эту игру могут играть... Это как это, когда говоришь типа маму ебал, а в ответ говоришь она уже в могиле. Господи. Ну это так, из доты чисто. Да. это ты на что-то намекаешь? Да так, ни на что. Я хитро отвел взгляд. То есть, ты хочешь сказать... Она опять покраснела. Я ничего не хочу сказать. Ребята. Если в разговор вмешалась даже Лена, то значит, дело правда начало принимать плохие обороты. Ты допросишься. Чего? Ты то поумнеешь наконец? О, фак. Вместо ответа у Ленка взяла свою тарелку борща и прокинула меня на голову. Нормально. Падла, я тебя, блин, поймаю. Эншпиль закончился неожиданным финалом. Эх ты, маленькая. Она скачала из-за стола и попыталась убежать. Оу, щет. Но в этот раз у нее ничего не вышло. Я схватил ее за руку. Ну, а дальше что? Не головой же ее об стол. Не моя сцена продолжалась. А, сейчас будет вообще по-моему, горная сцена. Ну, зачем ты говоришь? Вдруг Ульяна ловко схватила компот и приснула ее мне в лицо. От неожиданности я отпустил ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. Результатами нашей годки стали несколько прокинутых столов, либо гора разбитой посуды, пять в разной степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать, ничья. Боевая ничья. Слишком боевая ничья. Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Действительно, такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольна собой? Ее голос звучал спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто все это убирать теперь должен? Так и произошло. Кого? Кто, я спрашиваю? Кто? Кто? Он! Совершенно невозмутимо ответила Ульянка. Она! Менее уверенно возразил я. Оба! Так, поставил жирную точку в неуспевшем начать споре вожатая. В общем, я не был уверен, что моя доля вины случившимся больше. Однако Ульянка, кажется, вовсе не считала себя виноватой. Вот еще! Не буду я ничего убирать. Это все он. Он начал. Вот и нет. А вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен, где возьми швабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке? А ты? Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты? Немедленно начинаешь собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила. От тебя не проблемы. Сколько раз я тебе говорила? Я решил не подслушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль, а почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала, но я-то ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер это не про меня, но по сравнению с Ульянкой в любом случае все спешат на нее. Тем более, заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там принеслась у меня в голове. Нет, остаться и помочь. Я что, крыса? Нет, сбежать не самая хорошая идея. Во-первых, меня уже поймали, а уже поймала Ольга Дмитриевна, а разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось. Я, кстати, думаю, эту серию можно на этом закончить. Техника теневого уклонирования. Спасибо. Всем пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Также каждый день проходит стримы на ТВЧ. Ссылка в описании.